Этим сеянцам кедра всего несколько месяцев. Их вырастили в мини-питомнике при Тогульской средней школе. Ее директор Ольга Шнайдер говорит, нянчились с ними, как с детьми. Уход заключался в поливе, в том, чтобы они не сгорели. Мы закрывали их, отпугивали ворон, пололи. Вот это основная работа. Потом увидели, что они начали болеть. Нам опять подключился лесхоз, нам подсказали, что надо сделать. Мы их пролечили. Ну вот, как бы, вот таким образом. Их выращивают специально для национального парка Салаир, который вскоре должен появиться неподалеку отсюда. На территории будущего нацпарка еще недавно хозяйничали золотодобытчики и уничтожили уникальный кедровый лог, который предстоит восстановить. Депутат Госдумы Александр Прокопьев, посетивший школу, отметил, нацпарка еще нет даже на бумаге, а саженцы для возрождения утраченного леса уже есть. Для того, чтобы саженцев было больше, необходимо расширять питомник. Поэтому сегодня я подарил школьному лесничеству мотоблок. Уверен, что он пригодится и будет полезен в этом замечательном, большом, интересном деле. Вырубить деревья просто. Гораздо сложнее их вырастить. И, как выяснилось, еще сложнее соединить интересы защитников природы и людей, живущих и работающих на территории, отведенной под национальный парк. Поэтому Александр Прокопьев организовал рабочую встречу с главами районов, на территории которых появится парк, а также руководством Краевого Минприроды и представителями Общероссийского народного фронта. На этих территориях проживают те люди, которые там исконно живут. И для них, на самом деле, эти парки, наверное, первоочередная задача для нас сегодня с вами, чтобы для них было комфортно. Главы районов Ельцовского, Тогульского, Заринского подтвердили. На первых этапах два года назад идея нацпарка вызвала отторжение значительной части населения. Ведь особо охраняемая природная территория – это всегда запрет на хоздеятельность. Алексей Грибков, эколог, общественник, одним из первых настаивал на создании нацпарка, чтобы сохранить черневую тайгу Салаирского кряжа. И он же прекрасно понимает, на этой земле испокон веков живут люди, для которых лес – это источник заработка, пропитания. В итоге под его руководством был создан план зонирования территории, который прописывает, где можно вести хоздеятельность, где – нет. Учитывались, заверил он, даже мельчайшие нюансы. Там живут староверы. Вне населенных пунктов исторически так сложилось. И, конечно, они будут продолжать там жить, но чтобы не создать им лишних проблем, это зонирование очень важно. Главы районов подтвердили – зонирование в целом устроило всех. Но окончательное решение, как пройдут границы нацпарка, остается за Федеральным Министерством природных ресурсов. И там могут решить по-своему. И вот тут, отметил Грибков, нужна помощь депутата. Из Москвы, из Минприроды Российской Федерации не видно, где у нас тут пасеки, где у нас тут люди собирают черемшу, колбу или орех. А мы здесь знаем, это, в первую очередь, органы местного самоуправления и местного населения. В итоге Александр Прокопьев вместе с министром природных ресурсов края Владимиром Попридухиным решил представить Федеральному министерству природных ресурсов позицию региона по делению нацпарка на особые зоны, чтобы в итоге был принят документ, устраивающий всех. Впрочем, некоторые вопросы, говорят главы районов, до сих пор не решены. Так, на территории Тогульского района действует лесозаготовительное предприятие, которое, в случае создания нацпарка и запрета рубок, окажется под угрозой закрытия. Пострадает и местное население. На сегодняшний день Као-Лес, филиал, который есть у нас в районе, он работает в тайге. А то, что войдет в национальный парк, в территорию, и он лишится большего, так сказать, куска своей территории, на которой он работает. А это, ну, это и рабочие места, это и лесопродукция, и это дрова. Защита природы, согласился депутат, это, конечно, важно. Но как же предприятия, люди? Министр природных ресурсов заверил, людей в обиду не дадут. Они будут работать. Есть та часть лесновых массивов, которая выходит за параметры, в том числе там и колочные, и прочие, будут на них заниматься. И тем не менее, за тем, как будет развиваться эта ситуация, решили следить и в случае социальной напряженности реагировать сразу. В целом, вопросов признали остается множество. И когда к первому октября Салаир появится на бумаге, самая главная работа лишь начнется. И важно, чтобы к мнению местных жителей продолжали прислушиваться. Илья Кочетков, Николай Шелко. День с толком.